Здравствуйте! Это новости на телеканале Хабар. В студии работает Султана Тугельбаева. Торгово-экономическое, инвестиционное и транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана и Катара сегодня обсуждали в Ахурде. Но Султан Азарбаев встретился с министром иностранных дел Эмирата Халидом Алятая. Глава государства подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Катаром находятся на высоком уровне. В свою очередь дипломат, передав приветствие от Эмира Катара, также выразил надежду на дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества. Уверен, что ваш визит будет способствовать дальнейшему повышению уровня нашего сотрудничества. Катаром была оказана помощь в строительстве нашей столицы, в том числе расположенной вне мечети Нур-Астана. Я также хотел бы выразить благодарность за содействие в планируемом строительстве в городе семей реабилитационного центра для лиц, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Накануне Дня медицинского работника, который в нашей стране отмечают 21 июня, государственный секретарь Гульшара Абдекаликова встретилась с работниками системы здравоохранения. По ее мнению, качество медицинских услуг в стране должно расти с каждым годом. Среди приглашенных было много медиков из глубинки. Благодаря их нелегкому труду уровень казахстанской медицины заметно вырос. Так, детская смертность за пять лет снизилась в два раза, а продолжительность жизни казахстанцев достигла 71 года. Немаловажно, что отечественные врачи очень быстро научились делать сложнейшие операции теперь у тяжелых пациентов. И особенно у больных детей есть шанс на качественную помощь внутри страны. При поддержке Министерства здравоохранения были закуплены все расходные материалы. И этот ребенок на сегодня жив. Сегодня он уже подросток, он живет дома. Гульшара Абдекаликова поздравила медработников с приближающимся праздником и пожелала не сбавлять высоких темпов. По ее словам, система здравоохранения всегда будет в приоритетах государственной политики. А в Астане наградили лучших работников частных клиник. В первом республиканском конкурсе негосударственного сектора здравоохранения принимали участие 17 медицинских центров и более 50 врачей из семи регионов Казахстана. Успешных выявили по четырем номинациям «Лучший медицинский центр», «Лучший врач», «Лучший менеджер здравоохранения», «Лучший средний медицинский работник». В первой номинации победило лечебное заведение из Кокшетау. У нас негосударственный сектор. Все время оставалось как-то внимание, не обращали на них внимания. И вот впервые в этом году мы решили поднять роль негосударственного сектора здравоохранения на тот уровень, который ничего не соответствует. А сегодня почему соответствует? Сегодня 24% оказания медицинской помощи в стране, допустим, ежегодно выросло до 24%, когда медицинскую помощь оказывает негосударственный сектор. Жить по средствам. Правительство предупреждает, что в ближайшие годы стране придется жить с урезанным бюджетом. Об этом заявил премьер-министр Карим Масимов, выступая перед депутатами на совместном заседании Палат парламента. Все подробности спросим у корреспондента Гульнары Жандагуловой. Она сейчас на прямой связи со студией. Коллега, так что конкретно имел в виду глава Кабмина? Да, Салтанат, по словам Карима Масимова, затянуть пояса придется на ближайшие 3-5 лет. Глава правительства предрек, что Казахстан будет жить в эпоху низких цен на ресурсы и на сырьевые товары и на экспортные. Исходя из этого, стоит и формировать бюджет на предстоящие 3 года. Судя по всему, потребуется пересмотреть и некоторые бюджетные расходы и госпрограммы, отметил премьер. На макроэкономическую ситуацию мог бы повлиять запуск проекта «Кошаган». Доходы, связанные с экспортом, пришлись бы как нельзя. Кстати, отметил Масимов, как известно, он не состоялся из-за поломки газопровода. Всю эту ситуацию на нефтегазовом месторождении премьер-министр охарактеризовал как печальную историю. Остается утешать себя только тем, что расходы на устранение проблем на месторождении возьмет на себя консорциум. Работы на месторождении планируется запустить в конце 2016-го, в начале 2017-го года. А потому немаловажную роль играет и эффективное использование бюджетных средств. У правительства здесь имеются пробелы о том, что государственные деньги расходуются неэффективно. Говорилось не раз. Сегодня депутатам сообщили, что виновные чиновники понесли наказание. И вот что говорят по этому поводу сами парламентарии. Как вы сами видите, в основном много нарушений в Министерстве обороны. Это связано с тем, что большая часть продукции оборонного комплекса не производится в нашей стране. Поэтому получается дебиторская задолженность. Им нужно делать предоплату. Гульнара, в итоге парламентарии одобрили отчет правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета? Да, нижние и верхние палаты сегодня приняли отчеты. И к этому времени заседание уже завершилось. Оно прошло практически в том же временном формате, что и обычные пленарные заседания. И уже к часу парламентарии спешно покинули зал заседаний. Впереди около месяца работы. Четвертая сессия парламента пятого созыва продлена до 15 июля. И, как пояснил спикер Мажелиса, у обеих палат большой объем работы. У меня на этом все. Салтанат. Спасибо, Гульнара. Я напомню, на прямой связи со студией парламента была наш корреспондент Гульнара Жандагулова. Мы продолжим выпуск. Почти 3% казахстанцев трудятся в горно-металлургической сфере. Вопросы инвестиций в горно-промышленный комплекс нашей страны, а также варианты решения имеющихся проблем, обсудили делегаты 6-го международного горно-металлургического конгресса в Астане. Эксперты называют это значимое мероприятие эффективной диалоговой площадкой, которая собирает политиков, ученых, бизнесменов из десятков стран мира. Там работает корреспондент телеканала Хабар Руслан Идрисов. Седьмой час работы Международного конгресса в Астане. За это время прошло пленарное заседание, семинары, сессии. А главное, были подписаны два важных двусторонних документа о сотрудничестве. Одно из них, одно из соглашений заключила отечественная компания с Национальной корпорацией Южной Кореи. Они намерены реализовать несколько совместных проектов в Восточно-Казахстанской области. И важно также сказать, что металлурги надеются во время встреч и переговоров решить ряд имеющихся проблем. В том числе речь пойдет об упрощении процедуры вложения инвестиций для иностранных компаний. Нам очень важно было бы в стране сейчас найти дешевые длинные деньги. Вот над этим сейчас работаем вместе с правительством, вместе с Национальным банком. Этот вопрос будем выносить на комиссию по модернизации. То есть не на три, не на пять лет, а на десять, пятнадцать лет деньги. Напомню, что по подсчетам прошлого года почти три процента казахстанцев трудятся в горно-металлургической отрасли. Все документы, подписанные во время работы Конгресса и предложения напрямую коснутся компаний в регионах страны. Предложения на сессиях звучат самые смелые. О них более подробно я расскажу в итоговом выпуске новостей. Ожидается также участие первого вице-министра Бахаджана Сагентаева. И кроме того, здесь сегодня выступают бизнесмены, политики и ученые из 28 стран мира. И добавлю также, что сегодня на выставочной площадке представлены 37 экспозиций из 9 стран мира. И стоит отметить, что в этом году впервые здесь появился павильон «Сделано в Казахстане». Руслан Идрисов, Жарсулан Шакенов, Хабар. Другим новостям. Новые подробности автокатастрофы, произошедшей накануне в Шымкенте, сообщила пресс-служба прокуратуры Южно-Казахстанской области. Стало известно, что число погибших достигло 14 человек. 8 скончались на месте ДТП, в том числе один гражданин Республики Казахстан и ребенок с 7-8 лет. Еще 13 раненых, в том числе четверо детей с различными телесными повреждениями, госпитализированы в больнице города. Шестеро взрослых впоследствии скончались в больнице, в том числе водитель микроавтобуса. Трое детей сейчас находятся в реанимации областной детской клинической больницы. Врачи продолжают бороться. За их жизнью их состояние стабильно тяжелое. Все трое перенесли сложные операции, комментируют медики. Напомним, что столкновение «Мерседес-спринтер» с грузовиком произошло вчера около полудня на Атрасте. Алматы-Шимкент, по предварительной версии, 46-летний житель Жамбалской области, управлявший рейсовой маршруткой. «Мерседес-спринтер» нарушил правила дорожного движения, пытался обогнать ехавшую впереди грузовую автомашину «Хова» с прицепом, осуществлявшую поворот влево для заезда на АЗС, что привело к катастрофе. В салоне маршрутки вместе с водителем находился 21 человек, из них два гражданина Республики Узбекистан и пять детей. Личности всех пострадавших уже установлены. По данному факту начато досудебное расследование. Назначен процессуальный прокурор, говорится в официальном сообщении областной прокуратуры. И к новостям в мире. В столице моды и красоты во Франции решили сказать твердо «нет» болезненной худобе. Вслед за депутатами Нижней палаты парламента французские сенаторы намерены рассмотреть поправки в закон, которые запретили бы модельным агентствам брать на работу очень худых манекенщиц. В ходе дискуссии уже обнародованы страшные цифры от анорексии. В стране страдают до 40 тысяч человек, и в основном это девочки-подростки. Елена Минкевич продолжит тему. Претенденток на работу моделями теперь будут не просто замерять, но и взвешивать. И если индекс массы тела будет меньше нормы, в контракте откажут. Норма около 18, что при росте 175 сантиметров не меньше 55 килограммов. Этот индекс – формула здоровья, которую признают врачи. Речь идёт о том, чтобы прекратить вредительство и не позволять людям в состоянии истощения заниматься модельной деятельностью, потому что это опасно для самих моделей, и это влечёт за собой тиражирование образа нездорового тела. Должны быть предусмотрены санкции на тот случай, если работодатель не соблюдает предусмотренные правила. Санкции по отношению к нерадивым работодателям могут достигать 75 тысяч евро штрафа и шести месяцев заключения. Сторонники поправок задались целью посчитать, сколько из действующих моделей смогут сохранить свои контракты после того, как Сенат одобрит поправку в закон. Оказалось, что из 40 девушек, которые появлялись на обложках в последние месяцы, болезненно худыми можно назвать 35. В их числе и новая звезда Шанель, Кельвин Кляйн и Прадо Банесса Аксенте. А вот подходят под критерии здоровья израильтянка Барра Фаэли и американка Кэндал Дженнер. «Такими пищевыми расстройствами, как анорексия и булемия, страдает 1% подростков от 12 до 18 лет. Это болезнь, которую трудно обнаружить. Девочек госпитализируют, и есть случай гибели из-за того, что не было обращения к врачам». По пути запрета на работу для слишком худых моделей уже пошли такие страны, как Испания, Италия и Израиль. Во Франции пока еще звучат голоса о том, что отбор по весу – это дискриминация. Но им тут же отвечают, что эта профессия в любом случае полна неравенств по внешним признакам. И меньшее, что можно сделать – это хотя бы прекратить тиражирование образов, далеких от норм здоровья. Елена Менкевич, Никуля Фильйоль, Франция, Париж. К этому часу у нас все. Новости смотрите на сайте khabar.kz. До свидания.